Дорогие друзья и коллеги, мне доставляет большую радость открыть наше торжественное собрание, посвященное 20-летию Общества историк-архивистов в стенах Российского государственного гуманитарного университета. Это 20-летие и нам, как историкам, крайне важная и очень интересная дата и значительные события. Во-первых, потому что практически 20-летие этого Общества совпадает и с 20-летием тех изменений, которые связаны с историей современной России. Кстати, в марте месяце будет 20 лет и нашему университету в новом качестве. Это тоже, так сказать, очень неслучайное совпадение. И во-вторых, потому что бесспорно, пока, по крайней мере, Российское Общество историк-архивистов является единственной общественной организацией историков в нашей стране. Как вы знаете, есть уже идеи создать общество любителей истории, но пока его нет. Есть не только идеи, но уже работа ведется по созданию ассоциаций учителей истории и общества знания. И учредительная конференция проходила тоже в этих стенах. И первый съезд будет только в марте следующего года. Идеи вообще о формировании каких-то ассоциаций историков и архивистов в нашей стране витали в воздухе много раз. Как и не парадоксально, может, кажется, а может быть знаменательно, что особенно они усиливаются, эти идеи, и реализовываются, начинают. Но в переломных этапах истории страны так возникли архивные комиссии идеи. Это в 60-е годы про фирменную Россию XIX века. Так возникла идея российского общества архивистов, архивных деятелей. Переломные месяцы 17-го года между февралем и октябрем. Ну и в какой-то мере рождение общества историко-архивистов российского тоже связано с переломными событиями. Конца 80-х годов, начало 90-х годов. И это тоже очень символично. За это время я не буду, и не имею на это никакого права, собственно говоря, давать характеристики к обществу в целом. Потому что я на этом посту только приступил к работе практически несколько месяцев. Ну, мне просто неэтично. Крайне важно отметить, что это общество уникально еще и тем, что оно на самом начале продемонстрировало реальную, реальную, не, так сказать, такую декларативную, а реальную связь между академической наукой и именно отделением истории, или отделением истории человеческой наук в настоящем виде, и практикой архивного дела. Я хотел бы сказать, что еще один элемент этого общества крайне важен для нас, то, что с самого начала оно, и всесоюзное, и российское общество, оно не только было, как бы, выступало против, оно все-таки взаимодействовало с архивным ведомством нашей страны. И идеи эти возникали не просто как-то спонтанно только, они были поддержаны архивным ведомством. Я имею в виду и Главное архивное управление Советского Союза, и Росархив, так сказать, Российской Федерации, и, конечно, Росархив во всех его, так сказать, качествах, и руководители этого ведомства всегда поддерживали и участвовали в работе общества. Третий элемент, основа, конечно, этого общества, это практики архивного дела нашей страны. Не случайно у истоков этого общества были выдающиеся практики архивного дела, которых мы все с удовольствием вспоминаем и помним. Я думаю, что вот сама идея формирования именно общества историков-архивистов, а не просто архивных деятелей, связана с тем, что именно в нашей стране, именно в стенах Московского старостного историко-архивного института всегда готовили и готовят, слава Богу, до сих пор, несмотря на многие, так сказать, перипетии последних лет, кадры историков-архивистов. Историков-архивистов. Это наше достижение. Нам очень трудно удавалось в последние годы отстоять эту позицию в связи с переходом на уровень бакалавриата магистратуры. В чем-то мы победили, в чем-то мы, конечно, не снесем потери, но все-таки пока, по крайней мере, позиции все-таки более позитивные, чем негативные. И поэтому я не могу не сказать, что в работе этого общества всегда на все эти 20 лет активное участие принимали профессора, доценты, преподаватели Историко-архивного института. Они сейчас уходят активно в правление, участвуют в работе, и я надеюсь, так будет всегда. И если уж говорить о сегодняшнем состоянии нашего общества, то, мне кажется, уникальность заключается в том, что за 20 лет не только не растерялся вот этот актив, связанный с этими частями, которые взаимодействуют, но он, мне кажется, укрепился. Я, может быть, мне хотелось бы так в это верить. И я думаю, что мы должны все к этому способствовать. С самого начала, в первом своем докладе, Слав Николаевич Щапов, когда открывался первый съезд общества архивистов, российских историко-архивистов, говорил о том, что необходимо поднять престиж профессии архивиста. Нельзя сказать, что мы, общество, не делали ничего, чтобы это было. Это, конечно, не так. Совершенно в другое качество находится сейчас представление общества об архивном работнике. Но, увы, надо признать и другое, что у нас еще огромные резервы в этом плане. Я считаю, что главной задачей, которая сейчас стоит перед обществом, это именно всяческое способствование поднятия престижа этой профессии. Через просвещенческую деятельность, через деятельность в студенческой аудитории, через работу в средствах массовой информации, через акции самого общества, которые будут иметь отклик, через работу с элементами гражданского общества.